Как грамотно оказать первую помощь пострадавшим, знает фельдшер скорой помощи Алексей Смирнов. Он написал эту книгу, ориентируясь на свой богатый опыт работы. На ее страницах Алексей Смирнов дает советы, как оказать первую помощь тем, кто попал в беду на дороге, отдыхе и в быту. Медик с 15-летним стажем говорит, что именно в октябре увеличивается количество аварий со смертельным исходом. Хотя жизни пострадавших можно было бы спасти, окажись рядом человек, знающий основы первой помощи. К примеру, вот так надо проводить реанимацию при остановке сердца. Руки собираем в замок, в локтях они прямые, плечи над человеком. Делаем это с частотой 100 раз и более в минуту на глубину 5 сантиметров и более в соотношении 30 раз. После проведенного массажа сердца необходимо осуществить два вдоха в человека. Запрокидываем голову, чистим все, что у него есть во рту и делаем два выдоха в человека, зажав нос либо рот. И приступаем опять к массажу сердца. Это на первый взгляд сложно, говорит Алексей. Запомнить алгоритм простых действий в состоянии любой человек было бы желание. А дальше подключаются доктора-профессионалы. Очень принципиально и важно оказать помощь именно в первые секунды после происшествия. Так как, скажем, за 2013 год из числа погибших, пострадавших в ДТП, погибло 86,6% до приезда скорой помощи. То есть это говорит о том, что если кому-то и можно было оказать какую-то помощь, то эту помощь можно было оказать только до приезда скорой помощи силами первых очевидцев. За мои 15 лет выездной работы я видел, может быть, пару-тройку раз правильно оказанную первую помощь. В этом году он планирует провести специальные курсы для учеников и преподавателей УБЖ. С лекциями медики будут выезжать и в другие районы. Медрик Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика.